приветствую уважаемых подписчиков и других зрителей решил все-таки записать попробовать кое-какой обзорчик но в лайв виде на samsung q1 outro это представитель класса и у mpc ультрамобильных персональных компьютеров выпущен такой в 2007 году и является последователем модели samsung q1 вообще в целом как бы устройство представляет собой вот такой вот моноблок с 7 дюймовым экранчиком сенсорный экран посередине по бокам квартир клавиатура тачпад чтобы мышкой управлять клавиши навигационная она встраивается в принципе в системе но середине здесь enter по бокам стрелочки по умолчанию l и r это клавиши мыши что вообще можно сказать об этом устройстве она примечательно тем главным образом что это по факту полноценный персональный компьютер в достаточно компактном корпусе на момент 2007 года разумеется устройство весит по моему если не ошибаюсь примерно 800 грамм то есть для 7 дюймового моноблока она на самом деле не такой уж и компактная плюс толщина у него вот 25 миллиметров тем не менее управлять на весу этой штуковиной достаточно комфортно и в этом собственно ее прелесть и состоит то есть почему собственно нее поставили windows 7 и windows vista и windows xp различные компьютерные системы сюда можно установить потому что здесь полноценный x86 процессор не арм а именно x86 то есть тот что устанавливается обыкновенных полноценных персональных десктопах стоит сказать о разъемах действительно очень много разъемов в этом устройстве раз для монитора виджей и избежка раз два две штуки интернет порт три с половиной миллиметра для наушников также должен быть слот для sd карты а вот три с половиной метра для наушников тут зарядка в принципе насчет внешних вот таких разъемов все сзади 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 в принципе крышка снимается и можно найти аккумулятор показывать я сейчас скорее всего не собираюсь потому что долговато это и под крышкой опционально находится слот под sim карту точнее слот под sim карту есть в любой модели но я так понимаю что в моей вариации все же радио модуля нет и вообще было несколько вариаций тех сам это вы этого samsung q1 alter которые достаточно сильно отличались и у меня и так понимаю наиболее простая устройство оснащалось и стилусом стилус этот находился вот здесь стилус для резистивного экрана у меня он застрявший поэтому показать не могу вот тут находится группа светодиодных индикаторов которые характерны для ноутбуков и вот здесь также должны находиться кнопочки но в моей версии вы их нет тут вот должна находиться должен находиться сканер отпечатка пальцев который кстати тоже отсутствует моей версии и вот здесь кстати тоже смотря на то что какое-то отверстие есть я пробовал вставлять сюда издишку она не влазит и надписи и здесь нет то есть по моему тоже немножко опрокинули меня с ней bluetooth кстати я тоже не нашел поэтому возможно его тоже нет но пиратка тут стоит увы так понимаю что предыдущий владелец поставил сюда 7 винду официально здесь была vista windows vista по умолчанию так устройство в общем-то с активным охлаждением то есть есть вот такие отверстия для вентиляции раз отверстия два отверстия устройство умеет стоять на подставочке вот бы еще посмотреть как это делается вот вот таким образом вот таким образом устройство умеет стоять идите что это и должна быть камера в которой снова который снова почему-то нет я так понимаю у меня потому что я никакого объектива здесь не вижу вообще какой-то черный квадрат системе эту камеру тоже не обнаружил и сзади должна быть камера 2 опционально у меня ее тоже нет вот здесь по моему кстати это не совсем камера это для ремешка к это штуковина в общем-то неважно около 7 минут я уже снимаю пора бы включить включается устройство опа вот таком вот таким ползунком hold power раз на пауэр я начал она у меня кстати было уже скажем так спящем режиме поэтому опа так вот сходу открылась экран резистивного типа и он честно сказать такого себе качество довольно таки топорно нажимается бывало и получше некоторых резистивных экранах кнопочки есть еще некоторые данного устройства кнопочка и и и посмотрите что она делает запускает вот такую и и и стейшн так что то я вижу немножко яркости не хватает до экран немножко тусклый он на солнце кстати еще плохо видно по сравнению с современными экранами кнопочка меню она панельку такую вызывает в том числе яркость из можно изменить попробую сейчас меню отказывается работать подленыш менюшка рекламная пауза в общем-то яркость выставил на максимальный уровень стала чуть-чуть получше вот здесь кстати можно заметить какую-то такую программку батареи метр то есть можно посмотреть сколько осталось примерно бы три центов батареи и время работы насчет зарядного блока то к сожалению он ноутбучного типа и поэтому зарядить устройство от пауэрбанка либо же от просто юсб разъема будет затруднительно увы давайте-ка покажу что могу в этом аппаратится свойства системы утверждают что процессор что процессор тут установлен genuine intel r частотой 600 мегагерц оперативной памяти h2 гигабайта кстати это очень много лет и тысяч седьмого года мобильного устройства но я так понимаю что оперативной памяти добавил тут один гигабайт прошлых заделец потому что по умолчанию здесь один гигабайт насчет индекса производительности windows он довольно таки мелкий одна целая две десятых и как можно заметить хуже всего справляется именно процессор ему ценочка один память вот почти на четверочку это 7 винда так оценила 7 винда кстати к слову возможно это спам но хреновенько обрабатывала кнопочки некоторые попросту они считывались неверно либо не считывались вообще поэтому пришлось при помощи программа шарпкейс перестраивать то есть она не официально винде немножко они работают не так как нужно по умолчанию что касается игр вообще да они работают довольно таки старые работают недостаточно хорошо конечно как можно подумать с первого взгляда но все же они работают и меня даже удивило насколько некоторые работают потому что можно даже gta 3 запустить кое-как макс пейн вообще отлично квейк 3 тоже вполне себе до чистоты процессора желательно бы и повыше но в целом она меня устраивает потому что я брал это устройство вовсе не для игр а предыдущий владелец их как видите поставил насчет современного кого-то серфинга и так далее вайфай есть вайфай есть устройстве интернет работает но проблемы возникают с браузерами по умолчанию в интернет-эксплорере проблемы с сертификатами какими-то возникают и в google chrome тоже причем google chrome современные поставить нельзя да и другие браузеры тоже многие современные мне поставить попросту не удалось посмотреть какие-то ошибочки пишут хрома удалось представить поставить версию еще до экспривиста по моему какую-то сорок девятую там примерно и она уже кое-как работает и в общем то даже youtube запускается на этом устройстве excel пошел нахер youtube запускается но работает конечно скрипя зубами насчет внешних устройств через юсби они работают и в общем то меня даже порадовала работа этих устройств даже флешка современная на usb 256 гигабайт сюда вставляется и полностью прекрасно считывать то есть можно легко расширить таким образом количество памяти на устройстве а по умолчанию размер жесткого диска на моей модели составляет 40 гигабайт но по моему были вариации и с более и с большим объемом в общем то это hdd диск и он заменяется его можно заменить на более скажем так объемные и либо даже на ssd можно заменить по моему это одна целая восемь десятых дюйма формат также можно добавить оперативной памяти как я уже утверждал и прошлый день это сделал вот такие пирожки насчет мессенджеров каких-то современных приложений то что есть здесь она работает вот торрент я по моему ставил до telegram кое-как запускается честно говоря кое-как и многие все-таки интернет сайты они работают посредственно но для устройства 2007 года уже большего не ожидаешь конечно эмуляторы какие-то тоже пробовал ставить в принципе работают некоторые например java эмулятор эмулятор nintendo 64 playstation 1 как-то запустил эмулятор ндс тормозит а вот эмулятор psp запустить увы и не удалось вообще скажем так буду постепенно закругляться потому что это такой скажем предварительный ролик не хочу его затягивать устройство честно говоря я считаю что он стоит покупки извините что возможно так коряво снял потому что уже давно не монтажил и отвык от этого надо что-то выкладывать как-то исправлять ситуацию пишите ваши комментарии оставляйте отзывы если нужно что-то еще снять разъяснить по этому устройству я считаю что устройство классное и она и она свои покупки заслуживает его также называли стимдеком 2007 года некоторые спасибо за просмотр